Неизведанные страницы истории создания Самарской губернии узнали посетители библиотеки номер 33. Гости послушали лекцию о постепенном успешном развитии региона от образования в 1851 году до одной из крупнейших экономических и культурных областей страны. При этом встреча проходила в интерактивном формате, и посетители сами могли дополнять рассказ известными им фактами и своими воспоминаниями. Мы всегда выбираем какие-то новые любопытные факты, которых, может быть, не часто встретишь. Наши зрители, которые приходят, они что-то знают, что-то они всегда добавляют сами, потому что они тоже любопытные и знающие посетители наши. Краеведческую программу сопровождали романсы и песни в исполнении солистки Самарского театра оперы и балета имени Шостаковича Натальи Бондаревой, которая погрузила гостей в атмосферу второй половины XIX века. Дом река, долга, отца и края нет. Час краеведения «Край родной, навек любимый» в библиотеке ежегодно проводят в честь Дня образования Самарской губернии, который отмечается 13 января. Оно проходит в череде патриотических мероприятий, которые регулярно устраивают в учреждении, в том числе и среди детей. Для детей у нас проводятся отдельные мероприятия, также и посвящены каким-то праздникам. Очень много мероприятий по третическому воспитанию, по краеведению, по продвижению чтения. Много мероприятий с детьми проходит. У нас заключены договора со школами. Анонсы предстоящих мероприятий в библиотеке можно увидеть в их группах в социальных сетях. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.